Здравствуйте, это программа Фокусе Событий, меня зовут Анатолий Никитин. В России снизилась посещаемость кинотеатров после того, как они отказались от параллельного проката западных блокбастеров. Сделали это киносети, выполнив условия ультиматума прокатчиков. Те, напомним, в апреле пригрозили не давать доступ к легальным фильмам, кинотеатрам, практикующим теневой прокат. При этом решение было принято еще на майские праздники, но и к началу лета посещаемость не восстановилась. Как пишет коммерсант, ссылаясь на данные единой автоматизированной информационной системы фонда кино, в период с 16 по 19 мая посещаемость составило 0,8 миллиона человек, с 23 по 26 мая 1 миллион человек, с 30 мая по 2 июня снова 800 тысяч человек. Хотя еще до майских праздников на обычных выходных посещаемость составляла около 1,4 миллиона посетителей. Но на майские-то праздники поток зрителей был? Был. Пиковый период с 9 по 12 мая на сеансы пришло 1,4 миллиона зрителей. Вот только годом ранее этот показатель составлял 1,9 миллиона человек. 500 тысяч человек разницы, не пришло полмиллиона, практически набережные челны. Эксперты отмечают, что тогда в 2023 на майских было больше заметных премьер, в том числе голливудских. А в этом году, хотя в период праздников и была плохая погода, что создавало все условия для успеха кинотеатров, показатели проката российского кино оказались сильно ниже ожиданий. Специалисты связывают провал кинопроката на майских праздниках с почти полным отсутствием продвижения кинолент, а также востребованностью у зрителя совершенно другого контента. К тому же, часть прежних кинозрителей почти полностью перестали ходить в кино, а новые еще не подтянулись. Или еще стоят в очереди за попкорном. В целом, по данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», падение посещаемости кинотеатров носит не только кратковременный, но и глобальный характер. В этом году, в целом, к 26 мая кинотеатры посетили 59,7 миллиона человек, тогда как в прошлом 65,6 миллиона. Эксперты рынка в интервью коммерсанту высказали предположение, что политика вмешательства дистрибьюторов приведет к падению выручки по итогам мая на 20-25%, а дальше лето. Цитата. «Лето, которое раньше наполняли иностранные релизы, второй год подряд будет почти пустым, а российские релизы не приносят ожидаемую кассу». Хотя ведь среди российских релизов и сто лет тому вперед с миллиардными сборами, и начало показа продолжения франшизы про майора Грома. Но не хватило. Может быть, пока и не хватает посетителей, но это ведь еще не целый год. Министр культуры России Ольга Любимова еще весной высказывала предположение, что 2024 будет успешным для российского кинопроката и сможет побить рекорд по итоговым кассовым сборам прошлого года в 40 миллиардов рублей. Вот что говорила Ольга Любимова в начале апреля. С января вышло беспрецедентное количество фильмов-миллиардников. Очень болеем за каждую картину. Если раньше такой фильм появлялся раз в год в новогодние праздники, то теперь видим очень активную по посещаемости зиму. Зная, какие картины готовятся к выходу в прокат, действительно есть шанс побить рекорды. Тогда же, в апреле, министр в интервью заявил, что в России последовательно и беспощадно разрушили миф о том, что без американского кинематографа не будет и ни одного национального. Все равно люди ходят. Все говорили, что кинотеатры умрут без американского кино. Не умрут кинотеатры без американского кино. При этом она же назвала лето одним из самых сложных периодов для кинотеатрального показа, но отметила, что как раз на рубеже лета 2024 года на экраны выходит вторая часть фильма «Майор Гром». Значит, все надежды на товарища майора. Это была программа «В фокусе событий». Смотрите нас и будете в курсе того, что действительно интересно.